Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Теперь насчет каш. Каши – прекрасная еда. Из цельной крупы прекрасная еда. Это растение собрало в зерне свою жизненную силу и прочее, прочее, прочее. Связало там. И вы знаете, вот когда говорят, что крахмалы, они вредны, то здесь, знаете, надо это понимать. Когда они могут быть вредны, а когда это прекрасная еда, данная нам природой. Я вот неоднократно говорил, что раньше хлеб – это был полноценной едой. Вот ничего. Недаром в Риме не говорили хлеба и зрелищ. Все, они жили там. Хлеб, вода там, ну еще там что-нибудь там такое. И для них это было нормально. Хлеб там с Египта завозили, зерно. И все эти, значит, граждане Римской Республики, или чего там Рима, они были довольны. Жевали хлеб и смотрели гладиаторские бои. Все, отлично. Хлеб был цельный. То есть там были и витамыны, и микроэлементы, и крахмалы. И все это вместе в связке делало продукт полноценным. Далее, что получилось, когда начали отдельно, с ростом непроизводительности, с ростом технологического, технического, научно-технического прогресса. Научились отделять оболочку, зародыш, делать муку, все это там такое. Раньше-то вообще и мука была, это цельность, из цельного зерна мололи. А теперь это все выбрасывается. Вот этот хлеб уже стал неполноценным продуктом. Это раз, вдобавок, когда крахмал не проходит все стадии обработки, начиная с ротовой полости, вот он должен смочиться слюной, обработаться слюной, и далее пошло, 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 пошло. То есть, первоначальная обработка слюной для крахмалистых продуктов очень важна. Тогда он будет, так сказать, расщепляться, действовать так, как надо. Без всякого образования слизи в организме. Так что зерно, крахмал зерна, когда все это правильно употребляется, это великолепный продукт, который природа упаковала в виде крахмала, для того, чтобы как раз пережить зиму, мощь закручена в зерне. Вот, а когда мы с вами его употребляем неправильно, вот так вот, искусственно, значит, выделил, без оболочки, без зародыша, то получается, да, и еще вдобавок запив, это очень важно. Вместо того, чтобы прожевать хорошенько, смочить слюну, обработать, мы только раз, да, запили, как говорится, да нехай он там сам там разберется, желудок с кишечником, как там переваривать. То тут-то и получается, что вместо того, чтобы он питать нас, начинает, вместо пищеварения образуется слизь крахмалистая, клейстер. Что-то, несомненно, переварится. Нельзя говорить, что тут ничего не переварится, а что-то превратится вот именно вот в эту вот крахмалистую слизь, которая сосется в кровь, будет болтаться по крови, будет как раз вызывать вот это вот, смотрите, атеросклероза, бляшки там и так далее. А вы сравните с это, со слизью вот этой клейкой, крахмалистой. Может тут и вот это имеет причину, а то там говорят, атеросклероз, атеросклероз, и как бы сказать, все, больше никуда не смотрят, вот только в одну сторону, вот туда. Как с этим вирусом? Будем делать вакцину, забыв о том, что можно применять и лекарства, как народная медицина Китая. Вот об этом как-то вообще вот отрубили. Ну ладно, продолжим про крахмал. Вот, и это да, это все должно выделяться, то есть, слизь у нас выделяется только легкими и носоглоткой. По этой причине мы как раз и... Доброе утро. А скажите, пожалуйста, пилорамы сказали где-то тут. Да ну вы что, пилорамы не здесь. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вам надо поехать вон туда вот, вот там она. Там как раз эти пилят дрова и так далее. То есть вот в этой дорожечке раз, и вон туда, где машина стоит, вон туда вы поедете вдоль Донца, там два забора, там они... Давайте. Пилят, ругают, возят. Вот, вот в этом случае крахмалы вредны, можно так даже сказать. То есть вред получается не от того, что они сами по себе вредны, а из-за того, как мы их съедим. Вот если взять вот эти пищеварения с собаки. И собаки, хышные животные, они кусок мяса им бросил, они его заглотили и все. И нормально. А если им вареное, дать кусок мяса, тоже кусок мяса дать вареное, они могут болеть из-за того, что сырое мясо могут переварить нормально. Для этого приспособлена пищеварительная система, желудок там крепа с соком. Вот, потому что соки взаимодействуют с сырым, я уже говорил, о так называемом аутолизе, когда расщепляются белки, клетки, клетки, живые клетки, расщепляются под действием своих собственных же ферментов. А когда эти же ферменты были путем варки, значит, лишены активности, то теперь надо вот этой вот соляной кислоте и ферментам собственных, значит, собственного организма собаки все это, как бы сказать, растаскивать и так далее. А для этого надо там измельчить, вот как мы измельчаем кусок мяса, там жуем, чтобы была поверхность побольше. А тут же они глотают куть, колть кусок мяса. И все. И вот для них вареное мясо, особенно если такой солидный кусок они заглотят, может оказаться фатальным, фатальным. От слова фатал. Фатал не фатал. Что-то надо на фатал. И кто виноват? Да, сразу кто виноват? Как быть, кто виноват? Просто следовать тем тем законам, тем механизмам, которые у нас заложила природа. Поэтому зерно, злаки величайшая сила. Там энергии гораздо больше, чем в зеленом листе. потому что все растение берет начало из зерна. А из одного зернышка уже ставит вот такого дерева. Видите как? Да, и мы заговорили, я так сказать, немножко увлекся в сторону, что вот каша суховата, я там жую. Как раз видос я снял, там где-то на 20 минут я все это жевал. То есть у меня поглощение каши заняло 20 минут. я его переживал тщательно, смочил, все это запульнул. С кориц уже бегает из Шичауба тут, несмотря на мороз. Смотрите какой он серенький, красивый, а? Вот. И мне пошли советы там. Ага, если запивать не надо, сладости там не надо, то тогда огурцом свежим можно там это с кашей есть. Или там салат с кашей есть. А тут что такое огурец, это вода. Салат это вода. То есть вы употребляя салат с кашей или с огурцом кашу, вы тем самым делаете то же самое. Смачивайте эту кашу, во рту не не столько слюной, которая бы обработала своими ферментами крахмал, а вы смачиваете вот эти соком огурца или соками салата. То есть примерно то же самое, что и водой. То есть не той водой, так другой водой. Нам надо обработать именно слюной, а не соками из салата и огурца. То есть вот так возникают большие заблуждения и человек думает, я правильно употребляю. Если вы хотите съесть салат с кашей в одной трапезе, то лично я действую вот так вот. То есть вот зачем я я уже как-то об этом говорил. Такие знаете наглядные вещи очевидные, но для некоторых они терра инкогныто. Вот инкогныто терра и все. Больше никак. Так, начнем опять-таки съели кашу. Вот мы начали есть кашу. Значит, что у нас происходит? У нас образуется слюна. Далее у нас слюна образуется откуда? Правильно, из крови она образуется. А не из какого-нибудь там еще чего-то. Она образуется из крови. То есть кровь становится уже более вязкой субстанцией. Поняли? Вязкой, более вязкой. Потому что часть жидкости из крови пошла на образование слюны. Далее попадает каша там пережевотая уже там в желудок, в кишечник. Но в желудке особо делать нечего. В кишечник. и начинается там пищеварение. Опять выделяются кишечные соки различные. А это жидкость. Значит, что у нас происходит? Кровь у нас еще больше густеет. Понимаете? Форштейн густеет кровь. Естественно, все это сказывается на рецепторах там где-то у головном мозгу. И возникает что? Чувство жажды. Хочется попыты. Пыты. Хочется попыты. Вот. И человек, как правило, обычно начинает пыть. Чтобы вы понимали, почему там хочется пить. Так вот. А если мы с вами заранее попьем, ну и питье после еды, особенно там сразу, знаете, как вы привыкли, первое, второе, третье, мы разбавляем там, особенно в желудке содержимое, и тем самым нарушаем пищеварение. Просто из-за того, что попили сразу после еды. Вот как обычно принято. А механизм того, что у нас возникает жажда, я вам сказал, на пищу выделяются желудочно-кишечные соки, слюна, кровственные цевязки, хочется попить, все такое. Напились, а лежим, отдыхаем, особо, так сказать, сил нету, все идет на пищеварение. Ну ладно. и как бы сказать опять, да, нехай там сам он разбирается. Что там переварить, не переварит я. Я загрузил белки, жиры, углеводы, водой залил, все, нормалек. и тем самым испортил себе пищеварение. Или, как бы сказать, оно все незаметно происходит. Вы его, выражаясь языком древних целителей, притушили огонь пищеварения, запив после еды жидкость. так, а вот если вы перед едой, как я, выпили, там травяной этот чаечек выпили, вроде и пить не хочется, но вы выпили его. оно быстренько пошло туда и сюда. И далее у вас идет каша. То есть у вас, как бы сказать, после того, как вы выпили, кровь становится более жидко. Но вы начинаете есть, и то, что было жидким, становится нормальным, потому что часть воды выделяется в виде слюны на кашу, на соки и так далее. И вам пить не хочется. Тем самым вы не нарушаете свое пышеварение и все идет нормально. Теперь вернемся к салату из огурцов. Вот, если вы его съедаете перед кашей, поступаете точно так же. Вы поставили жидкость в свой организм, которая сразу же начинает, как вы начали есть кашу, расходоваться на выделение слюны и других пищеварительных соков. Все у вас нормально, пить не хочется, это очень важно понимать. вот, и тогда все нормально идет. Это что касается каши, то есть салат съедается до каши, вот, чтобы, знаете, все было четко, как положено, как доктор прописал, одно за другим, последовательность, очень важна последовательность приема пищи. И тогда желудочно-кишечный тракт работает так, как он запланирован матушкой природой. Если что-то по-другому, как нам в голову хочется, ага, то все, пятое, десятое, набросали туда, и думаем, ага, он там сам разберется, ну и разбирается тем, что начинается бурчание, газообразование, развитие и размножение болезнетворной микрофлоры, потом возникают калиты, потом возникают еще там какие-то вещи, потом возникает, или вернее, все это одновременно идет, заполнение вот этой вот межклеточной жидкости всеми этими полупереваренными веществами, на которых начинает разная ерунда размножаться, ну и пошло-поехало, и пошло-поехало, ну вот я вам рассказал, что можно огурец есть с кашей, салат с кашей, вроде как нормально, вроде как хорошо, но для того, чтобы все это было по-настоящему хорошо, кашу надо есть отдельно, что там еще ученые мужи сказали, почему сладкого нельзя в кашу добавлять, потому что когда попадает, то есть крахмал должен расщепиться до уровня там сахара, глюкозы, и если у нас уже сладкое что-то там присутствует во рту, то это как бы идет сигнал организму, что крахмал уже расщепился, что уже его не надо там это расщеплять дальше, то есть мы тем самым обманули свой организм, подал ему неверный сигнал, вот такие вот дела, ну есть конечно продукты, которые хорошо сочетаются там с кашей, например там тыква, тыква с крупой, ну такой получается такой сборный продукт, который нормально для нашего организма, ну что солнце светит потихонечку нагреваемся, звуки появились новые в парке и это хорошо, уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека авторская, по ссылке которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами, будете знать столько, сколько знаю я, всего наилучшего,